Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Сегодня я хочу рассказать о самой популярной поломке фасадных моториндукторах и о ее причине. Расскажу о механизме, как он работает. Трос запасовывается всегда сверху. Вот вводная трубка. Трос заводится в одну трубку. Примерно метр троса должен быть ровный, как струнка, чтобы он прошел вовнутрь и завернулся по шкиву. Здесь, в этом месте, он прижимается прижимным узлом и дальше направляющая по второй бороздке направляет его в трубку вывода. Здесь он выходит. Наиболее часто изнашиваемые узлы в редукторе это пластиковая направляющая под пластиной, прижимной узел и стальная лента. Реже это, конечно, направляющие трубки и элементы самого редуктора. Пластиковая направляющая является расходным элементом, но при неправильной эксплуатации она будет требовать замены чуть ли не каждый день. Это касается и прижимного узла и стальной ленты. Конкретно для образца новая пластиковая направляющая имеет явные бороздки, место, где должен проходить трос. И изношенная. Ручья здесь уже нет, здесь просто плоская поверхность. Также и здесь нет явного бортика, который задает направление тросу. Прижимной узел. Частой поломкой является износ подшипников у роликов. Характерный люфт говорит о том, что прижимный узел довольно сильно изношен. И уже не будет укладывать трос ровно в ручей шкива, что чревато выходом троса из шкива и закусыванием его в этом механизме. Вот для образца. Вот место, где крепление целое. А вот место, что происходит при закушенном тросе на прижимном узле. Выламывает кусок корпуса редуктора. Довольно часто бывает, что трескается и сам корпус весь. А корпус это довольно большой элемент редуктора. Чтобы его поменять, нужно извлечь все шестерни, слить масло. Ну, большой комплекс работ произвести. Из-за чего происходит поломка этих элементов, которые могут служить долго и исправно, но неправильная эксплуатация приводит к быстрому выходу из строя. Что может послужить? А банально, это отсутствие грузиков на тросе, которые выходят из моторедуктора. Почему? При выходе троса обязательно должна быть натяжка на нем, в этом месте. Так как слабина, она может уходить в обратную сторону или вперед. В месте, где прижимный узел прижимает трос к шкиву без натяжки, образуется бугор. На тросе образовываются бугры или он сплющится, он теряет свою форму. В следствии чего, при работе он попадает не туда, куда нужно и ломает с собой остальные элементы конструкции. Ну, в данном случае, вот хороший пример, выламывает направляющую, это стальную ленту. Образец троса, который был без грузиков. Видно его степень взноса. Здесь он еще целый. Далее появилась слабина, его затянуло подвижной узел. Вот он уже какой-то участок из жирного узла. Здесь он уже, скорее всего, уперся в ленту, ну и его и размотало. Вот его катали туда-сюда, потому что обычно не идет, начинает включать реверс, и прокатывают его. Это довольно часто происходит. Здесь нет ничего необычного. Все тросы для фасадных подъемников запаяны с обеих сторон. Если трос обрезать, то в месте реза трос начнет пушиться, терять форму. И при запасовке он также может не попасть в направляющую из-за того, что он уже становится шире, или зацепиться жилами, что может привести к поломке направляющей и кружевного узла. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...